Если доберется до меня, пусть подеремся и посмотрим, кто сильнее. Пускай готовится. Самый серьезный соперник в его жизни я буду. Ну, просто Хамзан начал хвастать, я там удары не пропускаю, мне ни разу не попали. Ну, я хотел его добить просто. Как Марлан Вера говорит, что там его Петр Ян избегает, рано или поздно Арман станет чемпионом UFC. Так, друзья, ну что, сегодня новый день. Уже идет, как бы сказали, здесь Fight Week. Я знаю английский язык, я жила за границей, я общалась с иностранцами. Как бы сказали, не здесь. Боевая неделя. Есть у нас окошечко до основных мероприятий, поэтому сейчас собрался я на тренировку Шавката Рахманова. Надеюсь, там же будет Сергей Морозов, там точно будет Саят Абдурахманов. Это менеджер, ребята, и, в принципе, один из двух основных менеджеров ММА в русскоязычном сегменте. Надеюсь, подснимем немножко тренировочку, немножко пообщаемся. Ну, в общем, вот в таком режиме проведем этот вечер. Честно говоря, пока сам чуть с трудом представляю, как это все будет выглядеть, что конкретно сегодня будет. Но практически уверен, что будет интересно. Поехали. Саят, ты, получается, сюда уже прибыл в конце мая, в начале июня. Как оценишь промежуточные итоги для себя, для бойцов? Ну, в принципе, грех жаловаться. Пацаны победили. Если бы еще жаловаться не засудили, было вообще идеально. А так, сколько уже получается? Четыре победы. Моссор победил, Ренат повредил, победил, Дамир победил. Вот. Сейчас на этой неделе еще три боя. Арман, Серега Мороз, Шавкат. И после этого Рафа. Вот. Если оставшиеся подимки пройдут успешно, то можно считать мою командировку успешной. Хорошо. Ну, вот Моссор, получается, после победы сразу бросил вызов Фарнальду Аллену на турнир в Лондоне, который уже через месяц будет, по сути. Насколько это вот реальная перспектива? Ну, это было бы реально, если бы Аллен готов был бы на эту дату и хотел бы подраться, получается, с Моссором. Ну, теперь, получается, я думаю, вряд ли это уже получится. Ну, в принципе, ничего страшного, потому что все равно полноценной подготовки не получилось бы. Моссор был бы готов и уверен бы, что прошел Аллена. Но все равно я считаю, что лучше более как-то фундаментально подходить к подготовке, чтобы ко всему быть готовым. Сказал про поражение Ажалгаса. Я так понимаю, это вообще для тебя был самый такой неприятный момент, да, за всю. Командировку вот пока. Ну, да, конечно. Получается, понятно, что у вас может и лучше выступить, но я думаю, все равно считал, что он сделал достаточно для победы. К сожалению, это часть спорта, близкие решения. И пока от этого никуда не деться. Получается, у Ажалгаса сейчас 4 поражения в 5 боях в UFC, при этом у него есть еще 2 боя по контракту. Значит ли это, что вот у него наверняка еще будет шанс и не один, возможно, реабилитироваться? Я думаю, нужно будет цепляться уже за любую возможность, остаться, возможно, согласиться на бой на коротком недавлении. Как это и было, в принципе, неделю назад. Предложили выйти с Тассиным Немом. Матчмейкер дает понять, что, мол, да, либо соглашайтесь, либо, возможно, придется расставаться. Ну, просто физически же Ажалгас не мог бы сделать вес, поэтому мы предложили, что мы готовы выйти на замену, но только на категорию выше. Ну, в итоге было принято решение этот бой, в принципе, а не организовывать. И поэтому сейчас также будем в режиме ожидания и смотреть варианты, какие будут, что предложат, пока он, да, остается в ростере. Дамир Исмагулов как-то говорил, что, по-моему, после того, как он снялся с боя против Магомеда Мустафаева, что UFC, в общем, сказали, что, типа, следующий соперник, это будет неудобный соперник. И я так понимаю, что вот то, что ему дали Гурамо Куттеладзе, человек, который там вроде бы долго не дрался, но вроде бы он является реально таким сильным, да, потенциальным топом, условно, это и подразумевало вот неудобность его, что, типа, он вне рейтинга, но как бы опасный. Да, не то, чтобы UFC так говорило, это то, что я так предполагаю. То есть, ну, если просто понаблюдать за тем, как это происходит, то обычно так бывает. И, конечно, Гурамо можно отнести к таким соперникам. Для широких масс он, может быть, только провел один бой, но по навыкам это боец уровня топ-15, так же, как и Дамир. То есть, тот бой, который они показали, тот уровень, это высокий уровень. И я считаю, что они заслуживали бонус за бой вечера. Да, и в принципе, то, что Дамир сейчас, хоть это и пятая победа подряд, его не включили в рейтинг, это тоже о чем-то говорит. Но, в принципе, Дамир это устраивает. Для него сейчас приоритет это чаще выступать и зарабатывать деньги, возможно, заслужить новый контракт. По третьему контракту можно драться уже и с топами, когда будут платить намного в разы больше. По нынешнему гонорару можно и выступать, в принципе, и с бойцами, и за пределами топ-15. Сейчас посмотрим, что будет дальше, что предложить. А вот ты, как думаешь, будет ли легко Дамиру дальше продвигаться? Потому что сейчас, наверное, многие его сравнивают путь с путем, например, Рашида Магомедова, который тоже много побеждал, но потом при первой же возможности все от него легко отказались, потому что не было такого вау-эффекта. Вот как ты считаешь, есть ли что-то такое в случае с Дамиром? В начале карьеры, в принципе, можно было бы сравнить их. Но сейчас я считаю, что у Дамира зрелищные поединки. Последние три боя прошли очень зрелищно. Поэтому хоть то, что ему не хватает, это досрочные победы, но с такими соперниками, как Гурам, тяжело получить досрочные победы в трех раундах. Но бой был очень зрелищный, согласись. Поэтому в этом плане я считаю, что он не под угрозой. Если говорить так немножко о будущем, получается, Петр Ян, были слухи, по крайней мере, что Марлон Вера хотел с ним подраться в августе. И тоже Марлон Вера сказал, что Петр в итоге отказался. Действительно ли было такое? Да, ну, смотрите, предложили на август. Мы сказали, что в августе мы не хотим, чтобы подготовка была скомканная. Сейчас организовывать лагерь и так далее. Опять-таки, визовый вопрос не решен еще у тренеров. Поэтому мы сказали, мы готовы подраться только в сентябре. Но UFC нужен был главный бой вечера именно на август. И Круз откликнулся, и они сделали бой с Крузом. Вот. Поэтому здесь, как Марлон Вера говорит, что там его Петр Ян избегает, это смешно, потому что все-таки уровень, я считаю, разный. Марлон Вера действительно набрал, он пахарь. Но если брать навыки и даже сравнить по поединку с одним общим соперником у них был, это Жоза Алдо. Как Жоза Алдо провел с Марлон Верой, как Жоза Алдо провел бой с Петром Ян, здесь, я думаю, разница в классе очевидна. Поэтому для нас, я считал, что это легкий бой для Петра, просто вернуться на победную серию. Ну, если по срокам не получилось, сейчас будем рассматривать, кто будет дальше. Можно ли сказать, что вы тоже, как бы в том числе, вылавливаете какого-то из соперников, чтобы это прям было, ну, там, условно, никто-то из-за пределов топ-10. Ну, например, вот как будто бы прицел есть на Генри Сихуду. Насколько это вот, как ты считаешь, потенциально возможно в сентябрь? Бой с Сихуду – это то, чего мы хотим, но это то, чего не хочет Сихуду, я считаю. Во-первых, он, по-моему, до сих пор недоступен, так как после возвращения он должен проходить тестирование в течение полугода. Поэтому он пока еще недоступен как соперник. Но мы, естественно, не против. Любой бой, который снова приблизит возможность сейчас подраться за титул – это бой, который мы хотим. И главный бой вечера этих выходных – Арман Царукян, Матеуш Гамрот. Вот в течение последних пары месяцев Арман еще запомнился несколькими высказываниями уже на англоязычную аудиторию, в том числе обращенные к Исламу Махачеву. Вот в этой, так скажем, перепалке и в этом противостоянии пока медийном, как ты считаешь, больше ли смысла, чем, например, в противостоянии Шавката и Хамзата? Ну, здесь смотри, вопросы про Ислама Армана преследуют с момента их первого боя, и он от них не уходит, он всегда отвечает. То есть понятно, что Ислам вполне в ближайшее время может стать чемпионом, и если сейчас Арман уже начинает, получается, раскручивать этот поединок, это будет только плюсом для него. И, ну, в принципе, получается так, что не так, что он постоянно про него говорит. Задают вопросы, он отвечает. И Арман не скрывал после первого поединка этот, тот бой, который он хочет, и все делает для того, чтобы заслужить этот реванш. В плане продвижения себя и вообще работы над собой Арман Сарукян, можно ли сказать, что он такой образцовый боец русскоязычный? Ну, я имею в виду, что он делает в медиа, как себя ведет и прочее? Сто процентов Арман в этом плане красавчик. То есть у него есть цель, и все, что для этого нужно, он делает, чтобы достичь этой цели. И, как мы знаем, в UFC это не только спортивные результаты. Это все, что медиа составляешься, все, что около поединок. То есть это, в первую очередь, индустрия развлечений, и Арман в этом плане полностью развивает и делает все правильно для того, чтобы в один день стать претендентом и стать чемпионом. То есть у меня нет сомнений, что рано или поздно Арман станет чемпионом в UFC. У него все для этого есть. Это лишь вопрос времени, я считаю. Почти саундтрек. В тиктоке, да, или популярен? Еще в Закат, ну, говорю, да. Вот 24-го сейчас подерется Арман. Например, в случае его убедительной победы, его, ну, как мне кажется, легко могут поменять в рейтингах. Например, с местами с Тони Фергюсоном, тем же, который на 9-й строчке сейчас. 9-го числа Рафаэль Физиев дерется с Дос Анисом, который с 7-й строчки. Ты уже понял, когда ты клонишься. Ну, как будто бы просто после этого не будет более логичного боя. Слишком много, если бы ты сейчас. Я сейчас не буду об этом говорить. Я считаю, что и Арману, и Рафаэля, даже в случае победы, можно найти соперников поинтереснее. Будем над этим работать. Кто вот на сопернике поинтереснее? Вот, например, да, мы знаем Пария, Гейджи, Махачев, Чендлер, Дариуш. Вот кого из них, как ты думаешь, ну, не проще всего, но реальнее всего вытянуть на бой? Ну, смотри, сейчас все еще реален такой вариант, что Ислан с Ольвери подерутся за вакантный пояс. В таком случае Дариуш останется без соперника. Я считаю, что Арман с Дариушем был бы отличный бой. Рафаэль? Рафа, Рафа с Гейджи был бы классный бой. Ты думаешь, может ли кто-то из двоих бойцов оказаться с поясом к концу этого года? К концу года? Да. Ну, только если там определенное стечение обстоятельств. То, что рано или поздно, я уверен, что это будет. Вообще, моя цель и моя мечта, это, во-первых, вернуть пояс на 61 килограмм, забрать пояс на 66 килограмм, забрать пояс на 70 килограмм, забрать пояс на 77 килограмм. Если это осуществится, ну, естественно, мы будем делать все, чтобы это осуществилось, то я буду счастливым человеком. Извините, а это территория, где бойцы, да, живут в том числе? Да, 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 это этель, где бойцы живут. А я правильно понимаю, что их здесь немножко разводят? Ну, вот, например... Вот, здесь два здания. Красное и синего. Слушай, Саят, а это, получается, UFC берет вот эти два корпуса условно чисто под себя, да, и все больше здесь? Да, вот, получается, как пандемия началась, и все, почти все турниры проходили уже в Апельсе, и они полностью сняли. И здесь удобно, потому что здесь такие номера, есть зал, есть кухня, ванная есть, то есть все, что нужно для того, чтобы подводиться и сгонять вес в этом плане удобно. И посторонних людей здесь тоже нет, да, в этом? Ну, типа, постояльцы там и все? Да, да, нет, ну, сам видел там, как опускают, только те, кто имеет отношение к бойцам, прям много. Апельсия там и все, что-то, 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 что-то. Тяжело. Апельсия там и все, что-то, что-то говорят. Нормально, не мешает. Нормально, не мешает. Совсем повышение, не мешает. Продолжение следует... 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 Про работу менеджерскую Можно ли сказать, что то, что сейчас Шавкат Дерется с Нилом Мэгни Это вот и есть такой идеальный пример Работы менеджерской Тайминг в плане договориться с соперником Вытянуть Я считаю, да Это было идеально Выцепить Мэгни Любого соперника из топ-10 очень тяжело Вытащить на поединок Здесь мы те же заявления Мэгни Использовали против него И тем самым Облегчили работу матчмейкеру И получили этот бой Хороший бой для нас А как в итоге происходил диалог Облегчили работу матчмейкеру А вы говорите, что есть Нил Мэгни Он говорит, что готов подраться с любыми У нас есть любой Из разряда Шавкат Так это происходит? В данном случае поединок имеет смысл Шавкат тоже в рейтинге Он 15 номер Он идет на серии из трех досрочных побед Он заслуживает подраться с тем, кто выше Но факт в том, что не все те, кто выше согласны Нил Мэгни оказался тем человеком Который согласился Поэтому ему за это уважение Вот в Майами я видел в Сэнфорде Как минимум у двоих людей Теперь есть та же шапка В которой ты выходишь Расскажи, это ты специально привез Или попросили? Или как твоя инициатива? Хотели, но попросили, чтобы им было интересно Наш головной убор Я им подарил Я сказал, что при этом Казахстан Вам за подарок сделают Что шапку принесу Вот так было Часто ли тебя американцы или бразильцы Вот, например, за время твоего пребывания В Сэнфорде спрашивали про Казахстан И что ты им рассказывал первое, например? Ну, сейчас, в данный момент Я не таком У меня не такой английский Чтобы я досконально объяснял Но где-то я понимаю Каждый раз я лучше разговариваю Ну, я понимаю Но где-то бывает ответить не могу Ну, все Как бы спрашивали через переводчик Пацаны, кто знает Ну, рассказывали, что это Казахстан У нас, типа, лошади любит Лошади едем Они там смотрят, думают Ну, нормально себя относятся Ничего такого негатива нет Хороший В зале Сэнфорд ММА Также тренируется Гилберт Бернс Он также готовился там же К бою с Хамзатом Чимаевым Ты у него тоже Ну, как сказать Вы были в зале в одном А перед тем, как этот бой состоялся Ну, отдавал ли ты шансы Гилберту в этом бою? Не, честно говоря Оба хорошие В принципе, бой почти как бы Один на равный был Чуть-чуть преимуществом Хамзат выиграл Немного был активнее Насчет третьего раунда За это выиграл А так Показал Ну, просто Хамзат Как бы, скажем Начал хвастать Я там удар не пропускаю Мне ни разу не попали Там Непонятно Вот Вышел Хороший уровень соперник Показал Любой человек Может удар пропускать Так-то Хвастать-то не надо В основном Что Гилберту тоже Не молодой Опытный соперник В принципе Хороший Поехали Интересно Вот тогда Была история между вами С Хамзатом Она закончилась И вот после боя Сразу после боя На следующий день Я у него спрашивал Как раз про Вот тот комментарий Который он оставлял Я в шутку так сказал Все Оскорбления Там все такое Знаешь В России Все нагнетают Всякие вещи Я ничего не чувствую Этому пацану Порой пацан Хорошо идет Если доберется До меня Пусть подеремся И посмотрим Кто сильнее После этого Для тебя Как бы Ну это объяснение Хватило ли тебе Чтобы вопрос ваш Был закрыт Что-то написал В инстаграме Да 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 Мне тоже Просто Люди там Отписали Понимаю Но эмоциях Наверное Описал А так-то Я-то его Бояться Ничего не боюсь Когда-то Может Пусть встретимся Покажем Хороший Красивый бой А так-то Что Удача ему Пускай готовится Самый серьезный Соперник В его жизни Я буду Ты рассказывал Что ты не очень любишь Когда тебе перед боями Болельщики пишут Типа там Убей Сломай его Ну про соперника Твоего Ну он тоже человек В принципе Как я могу Может Не голодает Не таком веке Живем Чтобы убить Человека Мы выходим Просто делаем Свою работу Как-то неприятно Мне просто так Черезчур Агрессивнее быть И конечно Бою я никого Не жалею Но черезчур Слишком Агрессивнее Не люблю быть Чтобы там Как бы Есть Свои границы От этого Нельзя Переходить Там Просто надо Сказать Удачи тебе Болем за тебя И все Этого хватать Убить Убить Я сам знаю Что И это Не просто так Выхожу Чтобы там Чаем Моя подраться Ты очень Такой спокойный Добродушный Человек Но в бою Ты говоришь Что когда ты Заходишь в клетку У тебя желание Цитата была Сожрать соперника Буквально А вот Расскажи В чем это Проявляется То есть Ты как бы Злишься На соперника Или Вот Какие-то Эмоции Испытаешь Нет Это Никакой Эмоции Просто Как Скажем Инстинкт Самосохранение Выжить Как Скажем Звери же Своим Жертвам Атакует Вот Допустим Волк Или Кто-то Там Лев Ему Ему Надо Кушать Чтобы Кушать И он Должен Убить Свою Жертву Ну Типа Такого В принципе Человек уже просыпается Такой момент А так Основном Я добрый человек Ну вот Я так понимаю Чтобы Немножко Шавката Познакомиться Аудиторией Англоязычной В том числе Был создан Ютуб канал Который На английском Языке На казахском Вот Будут ли Его развивать Так скажем Я не занимаюсь Этим Ютуб каналом Этим Занимается Его команда Ну да Это Правильный шаг Я считаю Шаг В правильном Направлении Потому что Все равно Сейчас Интерес Со стороны Американских фанатов В персоне Шавката Он растет Потому что Он Человек С 15 Досрочными Победами С таким Образом Пока Так сказать Неуязвимым Можно сказать Да Это фанаты Любят Фанаты Любят Мифических Героев Сейчас Для них Это Шавкат Ну что Друзья Возвращаясь Потихонечку В отель Сейчас Сяду Монтировать Вот это Самое Видео Не супер Влогово Получилось Скорее Больше Пообщались Что-то Узнали Ну Мне кажется Довольно Информативно Вышло Сейчас Уже Как вы Понимаете Остается Пару Дней Буквально До Турнира Чуть Проблемнее Снимать Влоги Формата День с Бойцом Или Что-то В этом Духе Потому что Ну Естественно Бойцам Уже Не особо До этого Поэтому Снимаем Что получается Надеюсь Выходит Неплохо Надеюсь Вам нравится А если Да То Обязательно Напишите Об этом В комментариях Поддержите Пальцем Вверх И дальше Здесь Будет Много Всего Интересного И до Турнира В том Числе Поэтому Обязательно Подписывайтесь На канал Ну и Всем Счастливенько